Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу Судей. 18 глава начинается с уже знакомого нам рефрена. «В те дни не было царя у Израиля, в те дни колено данного искала себе удела». В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Здесь половина этой фразы. И вот царя не было, поэтому в те дни колено данного искала себе удела, где бы поселиться. В монархическую эпоху такого представить уже было невозможно. Каждое колено на своем месте сидит и живет. А вот колено данного у него в низине филистимской места было мало. Теснили филистимляне, вообще было мало места. Там, где Шемшон жил, да, Цорая, Штаолу, те места рядом с филистимскими городами. Поэтому они искали себе удела, просторы искали, где бы им поселиться. Потому что, говорит священный писатель, «Да то ли не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми». Слово «полного» добавлено курсивом в синодальном переводе. «Не выпало ему удела». Ну как же, удел выпал, жребий кидали, все нормально. В эпоху Иисуса Новина еще. Но вот не до конца, значит, этот удел не хватило. Надо еще искать место. «И послали сыны Дановы от племени своего пять человек, мужей сильных, из Цоры и Эштаола, чтобы осмотреть землю и узнать ее». Вот это вообще вся история, 17-18 главы, это история, которая объясняет нам, читателям, почему удел колена Данова, так же, как удел колена Манаше, разделен на две части. Как бы нет единого надела, есть два надела или полунадела. Две территории, заселенных коленом Данова. Почему донитяне вдруг оказались на крайнем севере Святой Земли? И почему у них там в Дании, где Ировам первый поставит одного из золотых тельцов, капище сделает, почему там появилось вот это святилище или капище в Дании? И почему там были какие-то священники не левицкого или не ааронового происхождения? Вот на эти все вопросы пытается ответить священный писатель в 17-18 главах книги Судей. Так вот, эта история написывается подробно и накладывается на историю, связанную с Михой и с его левитом. Значит, послали они, сыны Дановы, то есть их руководители, послали пятерых разведчиков, чтобы те осмотрели землю и узнали. И сказали им, пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. То есть они идут, смотрят, ищут, прошли уже достаточное состояние, оказались на горе Ефремовом, горе Ефраема. И вот дом Михи. Происходит встреча. Михаи их приютил, и они там ночуют. Находясь у дома Михи, находясь у дома, ночевали, может быть, не в доме, а пришли к дому Михи и ночевали там. Где там? Может быть, во дворе, может быть, рядом с домом. Может быть, в доме, непонятно. Ну а когда они у дома Михи находились, узнали они голос молодого левита. То есть какой-то этот молодой левит, он же был бродячий, мы читали, да? Ищут, говорит, место, где пожить там-сям. Вот. И они слышат голос знакомый, голос этого молодого левита. Заходят туда и спрашивают его, будучи знакомым с ним, да? Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь? Отвечай. Он сказал им, то и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником. Нанял. То есть он исполняет священнические функции, не имея на это права, исполняет их по приглашению Михи, получает за это плату наемническую. Он у него священником. Ну, они считают тоже, да не тянешь, что все это нормально, все это легитимно. И вовсе не говорят ему, ты не должен быть священником, потому что ты всего лишь простой левит. Они сказали ему вместо этого, вопроси Бога. То есть ты левит, ты вот даже еще и якобы священник. Давай-ка, вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, который идем. Как он должен был вопросить Бога? Мы помним, что у Михи был в его доме Божьем, так называемом, в капище домашнем. Был Эфод, были Трофим, был Литой Кумир, Песель, Масыха, все это у него было. Может быть, как-то с помощью Эфода, мы встречаемся в книгах царств, принесите мне Эфод, и с помощью Эфода определяется как-то воля Божья. Как уж она определяется, мы не знаем, можно только гадать, как она конкретно с помощью Эфода определялась. Ну, так же, как и с помощью Рима и Тумима, не совсем понятно, как узнавалась божественная воля. И читаем дальше. Они говорят ему, попроси Бога, чтобы узнать нам, успешен ли будет путь наш, который мы идем. Идут они, чтобы разведать землю и найти жизненное пространство для части колена Дана. Священник сказал им, вот священный писатель называет его священником, Коэном, Коэн, идите с миром, бред Господом, путь ваш, в который вы идете. То есть он их благословляет. Ступайте с миром, бешалом, бред Господом, путь ваш, в который вы идете. Везде, везде появляется слово Господь, святая тетраграмма. В 17 главе появлялась дважды, здесь появляется. То есть при всем этом, при всем этом идлопоклонстве, Миха считает, и эти донитяне считают, что он служит Господу. То есть такой синкретический культ, где вот за всеми этими слоями всех этих, всего того, что называется аводазара, не аводат, а кодыш, не священное богослужение, а вот богослужение чуждое, идлопоклонническое. За всем этим уже и Господа не видно. А вот считается все равно, что это все пред Господом совершается. Пред Господом путь ваш, в который вы идете. Если пред Господом, зачем тогда все эти манипуляции с литым кумиром, с Истуканом, с Эфодом и Терафимами? Дальше седьмой стих. И пошли те пять мужей и пришли в Лаис. Далеко-далеко ушли от Ефремова на горе, на крайний север пришли. Там, где сейчас Тель-Дан, кто бывал в святой земле Израиля, существует национальный парк, называется Тель-Дан. Там развалин действительно древнего города, который вот этими донитянами будет основан. Но прежнее его название нам сохранила книга Судей. Город назывался Лаиш. То есть на дальнем переводе Лаис. Шипящих звуков у греков нет, у них оказался это Лаиш. Но на самом деле Лаис, а на самом деле это Лаиш. Пришли в Лаиш и увидели народ, который в нем, что он живет спокойно по обычаю седонян. Обычай седонян, в городе Цидон, финикийского, жить спокойно. Ни с кем не враждовать, не воевать. Больше торговать, заниматься торговлей. Ну, рыбу еще можно ловить. Эти тоже жили спокойно по обычаю седонян. Народ тихо обеспечен. Не было в земле той, кто обижал бы в чем-либо и имел бы власть. От седонян они жили далеко, и ни с кем не было у них никакого дела. То есть, значит, у них была конституция, устройство, такое, как у жителей Седона, торгового города финикийского. Не было бы никого, кто имел над ними власть извне. То есть, они не были ничьими вассалами. Жили тихо и безмятежно вдали, в таком медвежьем углу. Жили там себе вдали, на крайнем севере обетованной земли. Вот эти вот язычники, жители Лаиша. Они разведали, возвратились к братьям своим, восьмой стих, в Цору и Эштаол, города, которые в Уделе, Калена, Даново, ну, там, где сейчас Тель-Авив примерно. И сказали им, братья их, с чем вы? С чем вы, дескать, пришли? Они сказали, встанем и пойдем на них, на жителей Лаиша. Мы видели землю, она весьма хороша. А вы задумались, не медлите пойти и взять в наследие эту землю. Не надо медлить, жители беспечны, земля хороша, пойти и отобрать. Когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна, Бог придает ее в руки ваши. Это такое место, где нет ни в чем недостатка. Что от земли? То есть, земля еще изобильная, к тому же. Хорошо орошаемая источниками водными и росой, видимо. То есть, нет ни в чем в этой земле недостатка. И дальше описывается. И отправились они туда из колена Данова, из Цоры и Эштаола, шестьдесят мужей, припоясавшись воинским оружием. Вот уже не пятеро, а шестьдесят идут. Тем же путем на горе Ефремова никак мимо не пройдешь. Дом Михи стоит на одной из дорог. И пришли они... Ну, сначала они попадают в Кириат-Ярим. Кириат-Ярим. Они шли, пошли и стали станом в Кириат-Яриме в Иудее. То есть, они... Ну, там, где сейчас Тель-Авив, пришли туда, где сейчас Иерусалим, потом Ефремова на горе, туда, где сейчас Шхем, да? На Блуз и так далее. То есть, такой довольно понятный путь. Горы Иудейские, потом на горе Ефрема и дальше на север до Лаиса, Лаиша. Посему и называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириат-Ярима. Кириат-Ярим, там, где Иерусалим, да? Сейчас это в черте города Иерусалима. Кириат-Ярим, недалеко, в общем, от древнего города, который позднее... Иусейского, который позднее станет столицей Иудейского царства. Туда, оттуда отправились они, отдохнув там, отправились они на гору Ефремову и пришли к дому Михи. И сказали, те пять мужей, которые ходили осматривать землю Лаиш братьям своим, то есть вот эти шестьдесят, вы в числе те пятеро, которые первые ходили, да? Братьям своим, донетянам. Знаете ли вы, что в одном из домов всех есть Ифод, Трофим, Истукан или той кумир? Итак, подумайте, что сделать. Что-то священное там, религиозное, культовое есть. Представление о культе совершенно такое общее, скажем. И зашли туда и вошли в дом молодого левита, в дом Михи, и приветствовали его. Дескать, шалом тебе, левит, шалом тебе, Миха. А шестьсот человек из сынов Дановых, припоясанные воинским оружием, стояли у ворот. Шестьсот. Я ошибся, не шестьдесят, а шестьсот. Шестьсот мужей. Вот пятеро из шестисот, это вот эти самые, которые первый раз ходили, разведчики, соглядаты. Донитяне. Все они, шестьсот Донитяне. Вот, значит, вошли... Шестьсот этих стоят возле дома. Всю улицу заняли, да? Огромное количество людей. Шестьсот человек. Всех оружие. Вооруженные люди стоят. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда. Взяли и Стукан, и Эфод, и Терафим, и Литой Кумир, Масыха, да? И Пес или Масыха, все они это взяли. Священник стоял у ворот с теми шестью стами человек, пятьсот девяносто пять, наверное, точнее, да? Припоясанных воинским оружием. Или примерно шестьсот их было. Стоял у ворот. Дом был большой такой, ворота были у дома. Когда они вошли в дом Михи, взяли и Стукан, и Фод, и Терафим, и Литой Кумир, священник сказал им, что вы делаете? Вот он видит, они из дома у него вытаскивают все добро. Его культовое, религиозное добро. Он говорит, что вы делаете? Дескать, как вам не стыдно? Чужое отбираете. Они сказали ему, молчи, положи руку на уста твои и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Вот этот бедный несчастный левит, его то нанимает Миха быть у него отцом и священником, совершать культовое действие, чтобы, дескать, если будет у меня левит в священниках, то Господь меня благословит. Теперь эти донитяне его нанимают и берут, силой буквально заставляют быть у них священником, священный автор показывает истоки, происхождение культа, того культа, который был в Дане. В Дане действительно был найден жертвенник при раскопках. Там был культ древний в Израиле, который не совсем соответствовал законодательству. И с точки зрения автора книги Судей, этот культ был откровенный, далопоклоннический, хотя служители этого культа считали, что они служат Господу. И вот как появился этот культ, как появилось священство там в этом Дане, призванное писать 17-18 главы книги Судей. В этом их задача, эти главы. Дескать, да. Продолжаем. Будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? Конечно. Он будет жить припеваючи, обслуживая как священник такое целое племя, 600 человек, служа им в качестве священника. Священник обрадовался, не случайно. Он думал, что они утащат, а его вещи все утащат, культовые предметы, а его оставят. Ни с чем. Нет, они его тоже берут. И он обрадовался. Вот у него появляется новое место служения. Он, как сказать, как это говорят, продвигается по служебной лестнице, подымается на более высокое служение. Они обратились и пошли, и отпустили детей скот и тяжести впереди. То есть дети скот и тяжести, то, что для войны не требуется, дети старики не воюют, скот и тяжести тоже в военных сражениях не нужны, поэтому их отпустили вперед, пусть идут. Когда они удалились от дома мехи, жители домов соседних с дома мехи собрались и погнались за сынами Дана. Видя такой разбой, такое бесчинство, такие религиозные преступления, воровство и так далее, насильственный захват меху вместе с его культовыми предметами, они, значит, огорчились и погнались. И кричали сынам Дана, дескать, верните нам батюшку нашего, верните нам культовые предметы. Тогда что делают сыны Дановы? 23 стих. Оборотились, то есть повернулись, и сказали мехе. Миха вместе с жителями, видя, что левита у него похитили вместе с предметами, кричат, иду, что ты так кричишь, говорят донитяне. Сказал Михаил, имеется в виду, вы взяли богов моих, которых я сделал, и священника, и ушли. Чего же еще более? Как же вы говорите, что тебе? Он вот эти все культовые предметы называет богами. Песль, истукан, Масыха, литой кумир, Эфод, Терафимы, Терафим, да, он называет божествами, богами. Он говорит, «Эт элогай ашер асити», «богов, которых я сделал». Понятно, что здесь дается и оценка священным писателям. Вот из этих слов Михи, приводя эти слова, эту реплику Михи, священный писатель, автор книги «Судей» как бы говорит, «Смотрите, они, думая, что почитают Господа, на самом деле поклонялись изделиям собственных рук, и их называли богами». Ну, как можно Бога сделать? Читаем мы в книге Исаия, читаем в псалмах, что вот эти истуканы, все литые кумиры, это изделия рук человеческих. Есть у них руки, но и они этими руками не могут пошевелить. Есть ноги, но не ходят. Есть устали, но не говорят. Есть уши, но не слышат. И нет язык у них есть, но они не могут им пошевелить. И нет слова на языке их. Такими да будут все, кто их делает. Многократно это повторяется, что те, кто делают истуканов и поклоняются им, изделиям собственных рук, да будут они сами такими же бездейственными и безгласными, как их изделия. Вот здесь Миха, называя свое идолопоклонством, значит, поклонением богам, говорит, боги, вот я богов сделал, они их у меня украли. Вот он хотел остаться со свояси бози, со свояси, как говорили на Руси. Пришел в храм молиться со своими, значит, со свояси бози. Да, у этого были свои бози, и он им поклонялся, сам который соорудил. И Левита увели священника, и богов его утащили, и он с обидой говорит, вы это все у меня взяли, священника увели, а еще чего же более, что же вы говорите, что тебе? Такое бесчинство, такую несправедливость сотворили. Сыны Дановы сказали ему, молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, и ты погубишь себя и семейство твое. Одумайся, благоразумься, сохрани свою жизнь. Нас 600 человек, все вооружены. Что ты кричишь? Отобрали. Вот здесь показывается еще и беззаконие, бесчинство, несправедливость, сила, то есть, получается так, право на стороне сильного. Так быть не должно. То есть, беззаконие, нет никаких законов. У кого сила, у того и прав, тот и прав. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. И пошли сыны Дановы путем своим. Меха же, видя, что они сильнее его, да не тяне, пошел назад и возвратился в дом свой. В печали, наверное. А сыны Дановы взяли то, что сделал Меха и священника, который был у него, и пошли в Лаиш против народа спокойного и беспечного и побили его мечом, а город сожгли огнем. По законам военным тогдашнего времени всех жителей побили мечом, город сожгли огнем. Обычная история. Некому было помочь, потому что город был изолирован. Сидон, с которым они, видимо, были как-то связаны, может быть, они были выходцами из Сидона как раз, то есть были финикийцами, которые вдруг оказались вдалеке от моря и почему не стали жить на море, непонятно, построили этот город Лаиш. А может быть, они как-то с ними были связаны до этого какими-то договорами, непонятно. Но жили по законодательству сидонян. Значит, сидоняне им помочь не могли, очень далеко находились, вестников посылать уже времени не было, чтобы призвать на помощь. Вот поэтому город был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Город сей находился в долине, что близ Бет-Рехова. Бет-Рехов, так называлось место, и построили снова город и поселились в нем. Старый город разрушили, новый построили, обычное для тех времен дело. И нарекли имя городу Дан по имени отца своего Дана. Один из сынов Израиля, из сынов Якова, назывался Дан. Это его потомки. Часть колена Данова поселились там, построили город, назвали его, переименовали Лаиш в Дан. Города тоже часто переименовывают, да еще бывает по нескольку раз за век могут переименовать. Отца своего Дана, сына Израилева. А прежде имя городу тому было Лаиш. Вот, 30-й стих, следующий, скорее всего, является более поздним, более поздней вставкой, более поздним дополнением к этой истории. Прочтем его, он очень интересен. Он дает ключ к пониманию того, зачем вообще эта история появилась в книге Судей. И поставили у себя сыны Дановы и Стукан, вот тот самый Песель, который был в доме Мехи. Ионатан же, сын Гершона, сына Монассии, сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения земли. Интересная историческая справка. Здесь очень важные детали. Ионатан, сын Гершона, сына Менаше. Здесь Менаше. Менаше – это одно из колен Израилевых. Эфраем у Менаше. Эфраем, Эфрем и Монассия, сыновья Иосифа, которые как бы стали двумя коленами. Но на самом деле, если мы заглянем в еврейский текст, в Танах, мы увидим, что здесь слово Менаше написано необычно. Есть, значит, буква Мем, Нун, потом появляется Мем, потом появляется буква Нун, вторая буква, но она не в общем ряду букв идет, а она приподнята над другими буквами. Вот это Нун подвешенная или Нун Суспенсум, так технически по-латински называется. Нун Суспензум. Вот это лето Суспензия, она подвешена, она наполовину буквы приподнята над строкой. И существует так в Ленинградском кодексе, кодекс Ленинграденсис, который лег, стал основой для вот критического издания еврейской библии, для библии Брайка Штутгартензия, которой мы с вами сейчас пользуемся. Есть, существуют другие, свидетели этого текста, существуют другие манускрипты, где во многих манускриптах написано, в многих рукописях нет этой буквы Нун, и оказывается, там Моше, не Мэнаше, если букву Нун убрать и убрать огласовки, которых не было до Масолетов, подстрочных огласовок, да, то будет не Мэнаше, а Моше, то есть будет не четыре буквы, а три. Моше, вот, Мэм, Шин, Гэй, три буквы будет. Значит, это во многих рукописях, но не в Ленинградском кодексе, где вот это Нун, Суспенсум. А в некоторых манускриптах, в незначительном количестве манускриптов, эта буковка Нун, она не подвешена, а написана, как и все другие буквы в общем ряду. И тогда оказывается Мэнаше, Мэнаше, то есть Моносия. Чем руководствовались древние переписчики, вполне объяснимо. Очень некрасиво будет, если вот эти все бесчинства, то есть этот культ незаконный, долопоклоннический, который в Дане, если у истоков будут стоять потомки Моисея, Гершом, сын Моисея, да, и поэтому решили исправить на Мэнаше. Но не совсем как бы исправить, а подвесить одну буковку Нун, и мы сейчас оказываемся перед загадкой неразрешимой, так что же все-таки изначально-то было в тексте, что за имя? Моше или Мэнаше? Есть рукописи там, где Мэнаше, есть рукописи там, где Моше, и есть рукописи там, где Мэнаше, например, Ленинградский кодекс, где, однако, буковка Нун подвешена, как бы под вопросом. Относить ее к тексту или нет, непонятно, она не в общем ряду букв в этом имени Мэнаше. Вот такая история. Сам и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения земли. Вот здесь в этом тексте содержится косвенное указание на то, когда была написана эта книга. Эта книга, книга судей, или, по крайней мере, это 30 стих 18 главы, был написан после переселения земли. Курсием добавлено жителей той земли. То есть, имеется в виду депортация, переселение, которое совершили и с Донитянами, и со всеми северными коленами ассирийцы. Этих переселений было несколько. Первое такое большое переселение было осуществлено после Сиро-Эфроимитской войны в 734 году до Рождества Христова по приказанию ассирийского императора Теглад-Паласара III. Теглад-Пелесер III переселил Донитян и вот эти вот самые северные галерийские колена в пределы коренной Ассирии в Междуречии. Северная Междуречия и даже еще дальше на восток. Значит, здесь говорится о переселении земли. Поэтому понятно, что книга судей, или, по крайней мере, вот эти стихи, были написаны уже после переселения. И дается ретроспективный обзор истории этой книги судей и говорится о том, что происходило тогда. Ну, существовало предание, отмеченное в Талмуде, что книгу судей написал пророк Самуил Шмуэль. Но вот этих слов он написать не мог. Это было через много веков после него. Это самое переселение земли, переселение жителей земли. Имеется в виду Гаар, Святая Земля. Когда были переселены жители земли? Ассирийцами несколько волн переселений было в 8 веке. Та история, которую мы здесь читаем, это 13-12, ну, 11 в краю, по крайней мере, век, но никак не 7. Поэтому из этого делаем вывод, что, по крайней мере, часть книги судей была написана уже после переселения. Скорее всего, что и вся книга судей, поскольку у нее такое богословие истории, такая философия истории, которая вполне соответствует тем ориентирам, тем установкам, которые отражаются в книге Второзакония. Книга Второзакония, одна из книг, пяти книг Торы, видимо, она и была найдена во времена Иосии в одном из книг-хранилищ храма Соломонова. Вот она стала конституцией, реформатор Иосии, Конституции поздней Иудеи, и в ее свете, в ее ключе рассматривается вся прошедшая история. И даже после этого переселения, говорится, здесь и так далее. Но переселение имеется в виду десяти колен, то есть, видимо, не иудейского колена. То есть, вероятно, и появление книги Второзакония, и появление второзаконической истории дефтерономической, в которую входит книга судей, эта история восходит к Иосии, к его эпохе, то есть, к второй половине, к концу даже седьмого века до Рождества Христова, а никак не к эпохе Шмуэля, Самуила. Читаем заключительный последний тридцать первый стих. «И имели у себя истукан Песель, сделанный Михою, во все во все то время, когда дом Божий находился в шило». Истинный дом Божий, а не тот, который сделал себе Миха, да? Дом Божий, Бейт-Элогим, он находился в шило. Домом Божиим здесь называется скине, временный Мешкан, временное святилище, вот это скине несколько времени, несколько веков даже находилось в шило, селом синодального перевода. И вот то, что будет происходить в шило, будет описываться в первой книге царств. Как там будет прессовет первый священник, священник Эли, два его нечестивых сына, какая будет история, связанная с филистимлянами, с ковчегом. И потом из шило ковчег будет перенесен уже Давидом на то место, где будет впоследствии храм Божий, то есть в Иерусалим. Так заканчивается эта история, удивительная история, довольно мрачная история, связанная с Михой и с Левитом, и история, связанная с Коленом Дановым, с тем, как они сделали себе капище на севере Израиля в городе Дан, где позднее Рава Амперу установит одного из Золотых Тельцов, тоже идолопоклоннический культ. И эти главы также отвечают нам вопрос о происхождении священства в этом самом Дане, где было это капище. Но история книги судей не заканчивается, нас ждет еще одна непростая и не менее мрачная история, о которой мы будем читать в следующих заключительных главах этой священной книги. Запись делается на библейском портале Экзегет.